Отделение борьбы дзюдо и самбо создано в Славутище 29 лет назад, и за это время наш тренер воспитал призеров чемпионата Украины, Европы и даже мира. А в сентябре 2018-го у заслуженного тренера Украины Олега Геннадьевича Копылова праздник. Ее воспитанница Кристина Гоман завоевала звание мастера спорта. Это 50-й мастер спорта, воспитанный Олегом Геннадьевичем. И перед этим юбилейным достижением была достаточно большая пауза. А почему? Потому что старшие ушли все, а младших пока пришли, там они 7-8-9 лет. Пока они выросли, пока они там поднаучивались, вот сейчас пацаны уже потихонечку догоняют. Ну, Гоман, как у нас девочки всегда как-то опережают, поэтому Кристина молодец. Ну, чего ждали, то как бы и свершилось. Она к этому шла где-то года полтора, наверное, да? Да нет, почему? Три года. Три года? Три года. Три года вот. Она пришла поздновато, конечно. Она пришла там в 16 лет. Ну, сейчас вот 19, мастера спорта выполнила до три года. Ну, это еще как бы только начало. А с Кристиной, самым молодым мастером спорта в Славутиче, мы пообщались вместе с фотокорреспондентом теледня Славутича Вадимом Ивкиным. И узнали, как она пришла в дзюдо. Я пришла в 16 чисто заниматься для себя. Ну, до этого я ходила на многие кружки, на акробатику, на гимнастику, на конный спорт, на театральную, везде ходила. Вот, ну, как бы пришла, решила просто, чтобы дома не сидеть, прийти в дзюдо. Хотя я вообще не знала, что такое дзюдо и самбо, вообще понятия даже не имела. Я даже не понимала, как можно бороться в кимоно. Ну, с кем? Да. Ты с кимоно, понятно, в кимоно. Не это. Ну, и пришла, и Олегина Иванович сказал. Попробую. Нет. Сказал сильно. До свидания, старая. Да. Поздно пришла. Ну, поздно, я садила к старой. Ну, я говорил, я чисто для себя, можно к вам походить. Ну, короче, с горем попал, он согласился. С очень большими нервами это было сделано. Ну, потом он где-то через полгода сказал, Кристина, есть данные, есть все, давай попробуем. По-серьезному? Да. А подружка, добавлю, ушла. Да. Вытеснула подружку. Ну, подружка ушла на театраль, а я осталась в спорте. Ну, понятно. И вот в течение этих трех лет ты шла к этому званию. Какой период был самый сложный? Самый сложный был, когда я надорвала спину. Ну, я тогда просто ничего не могла делать, ни голову наклонить, ни это, и тогда такой был. И у меня такое состояние, просто я не могу без тренировок сидеть. Это для меня самое убийственное, просто не идти на тренировку, это просто было что-то. Я просто приходила и сидела. Это было долго, где-то 4 месяца у меня, ну, я где-то на 4-й месяц уже чуть-чуть входила в тренировки, чуть-чуть там начинала, но все равно это было больно. Это было с таким... Я обманывала Олега Геннадьевича и говорила, что у меня ничего не болит, у меня все нормально. Но по лицу там было видно, что у меня... И на каких соревнованиях ты завоевала, собственно, звание? Всюкраинский турнир дзюдо, Кубок Федерации дзюдо Киева. Это мастерский турнир. Но это было самое главное, что я переживал, чтобы у меня было в весе достаточно человек. Ну, первые две складки были легкие. Ну, как бы не сказать, что просто мне все должно быть. Ну, как бы так, скажем, не особо. Ну, последняя схватка была такая морально, физически самая тяжелая. А почему? Ну, во-первых, как бы это вот, если выиграю мастер спорта. Я делаю бросок на лазаре, веду одну оценку, остается полторы минуты с моим коленом, у меня травма колена. И я опять впрыгиваю на бросок, и она меня саживает, и у меня термируется коленка, как раз на половине схватки. Ну, все, думаю. И? Ну, как бы я собралась, думаю, просто не рискую, просто тянуло время. Ну, не рисовая, просто, да, тянуло время. Ну, там Олег Геннадьевич кричал, как муху. Я думал, выскочить через этот забор и сам из-за этого бороться просто. И говорю, там, ну, просто было напряженно. Все, кто там приехал меня поддержать, это было вообще напряженно. Ты ему потом объяснила, почему ты тянула время? Не, ну, я, он сам понял. Понял, он увидел, конечно. Там было видно, как бы, что он... И он же знает, что у меня колено травмировано, там все. У меня просто на коленек там сползли, короче, неважно. Вот. Ну, и остается 10 секунд, и у меня такие в голове мысли. 10 секунд, 10 секунд, терпеть, 10 секунд и мастер спорт. И там 10 секунд с горем попало, я выжила, и все. И этот гонг, и мне все, и Геннадь там хлопает, и ты... И как сильно ты кричала? Я, кстати, не кричала спокойно. У меня просто так болело колено, я просто молча пыталась быстрее витискать. Ближайшие крупные соревнования для нового мастера спорта чемпионат Украины. Ну, вот, чемпионат, победитель, я так понимаю, едет на Европу, скорее всего. Или это не обязательно? Это, да, это первый номер сборной Украины уже, это уже и Европа, и там уже обязаны всем. Конкуренция у тебя есть? Большая конкуренция. Ну, просто я в своем весе самая маленькая. А остальные тяжелые? Ну, как бы у меня вес такой, а у нас разница в 30 килограмм, в 15 килограмм. То есть они больше всех меня. Ну, понятно. Ну, у меня плюс в том, что якобы маленькая подвижная, а у них плюс в том, что они большие и тяжелые. Поздравляем славутического мастера спорта Кристину Гоман. И надеемся, что она исполнит старинные пожелания еще предыдущего мэра Удовиченко и нынешнего Фомичева, чтобы в Славутище появился свой олимпийский чемпион. Ну, хотя бы призер. Я думаю, что с ее фактурой, с ее желанием работать, трудиться, с ее желанием... Есть шансы. Да, я думаю, что Европа, мир там, все впереди у них.